Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Начало июля выдалось относительно спокойным. Минувшая неделя не стала примечательной в плане движений на Уолл-стрит. Основные американские индексы не показали какой-либо стоящей динамики. Тем не менее, был отмечен небольшой позитив. Все три индекса завершили неделю на положительной территории. Новая неделя обещает быть жаркой. Ускорятся темпы выхода экономических и корпоративных данных. В полном объеме стартует сезон отчетности за второй квартал. Есть основания полагать, что ближайшие сессии и запланированные события выведут рынки на новую траекторию. Иными словами, эта неделя станет решающей для рынка США. В фокусе инвесторов долгожданная публикация июньского индекса потребительских цен в среду и июльского отчета о настроениях потребителей в пятницу. Рынки надеются получить дополнительные подсказки относительно пути повышения ставок ФРС. Если данные будут несколько мягче прогнозного значения, рынки получат небольшую передышку до заседания ЦБ в конце месяца. Еще одна актуальная тема недели – состояние компаний США, особенно технологических гигантов, которые, как известно, обладают большим весом в основных индексах. Рыночные игроки также обратят внимание на отчеты ведущих банков, таких как JP Morgan, Morgan Stanley, Wells Fargo, Citigroup. Оставайтесь с нами, досматривайте видео до конца и делитесь своим мнением в комментариях. На прошлой неделе рыночные игроки фокусировались в основном на двух событиях – минутках ФРС и пейроллах. Где-то в глубине души инвесторы продолжали надеяться на мягкую посадку экономики, что и вывело основные индикаторы в символический плюс. Протоколы ФОМК вновь не преподнесли сюрпризов. Чиновники регулятора сохраняют истребийный настрой ввиду необходимости снижения инфляционных ожиданий. Основным сценарием является повышение ставки на 50 или 75 базисных пунктов в июле. После выхода данных с рынка труда наиболее вероятным сценарием выглядит повышение ставки на 75 базисных пунктов, как и в прошлом месяце. Окончательное решение все же будет зависеть от значения индекса потребительских цен за июнь. В целом, на прошлой неделе рыночные игроки увидели достаточно сильную статистику как для рынка труда, так и для всей экономики. Это может означать, что у ЦБ, балансирующего между рецессией и катастрофической инфляцией, есть свобода действий в повышении ставки. Экономика США добавила 372 тысячи рабочих мест в прошлом месяце, что значительно выше ожиданий рынка. Консенсус предполагал увеличение на 268 тысяч. Примечательно и то, что рост доходов замедлился немного меньше, чем ожидалось. Кстати, количество коротких позиций в индексе широкого рынка находится в районе своих максимальных значений. Это может быть свидетельством достижения рынком своего дна. Все внимание на новые данные, пик инфляции вполне может заставить задуматься инвесторов о прохождении дна падения. А теперь давайте перейдем непосредственно к индексам, которые вполне успешно пережили прошлую пятницу. Когда популяровались пейроллы, промышленный доу-жонс просел на 54 пункта, в то время как S&P 500 снизился на 0,1%, а NASDAQ вырос на 0,1% после снижения до 4-недельного максимума, достигнутого в ходе сессии четверга. Что касается итогов недели, то рост доу составил 0,8%. Новую рабочую пятидневку Уолл-стрит начала напряженно. Во-первых, неизвестность в отношении корпоративных отчетов и новых данных, которые могут способствовать еще одному масштабному повышению ставок. Во-вторых, уходу от риска воспособствовали возобновившиеся опасения по поводу дальнейших экономических проблем в Китае из-за новой вспышки вируса в Шанхае. Отсутствие других катализаторов заставляет инвесторов зацикливаться на основной проблеме инфляции. Рост индекса потребительских цен в США способен вновь вызвать волну рисков на рынке и новое укрепление доллара. Индекс потребительских цен, как ожидается, вырастет на 8,8% в годовом выражении и на 1,1% в месячном исчислении. Это будет означать ускорение по сравнению с показателем прошлого месяца. Основной движущей силой роста индикатора выступают цены на газ и стоимость энергии. Средняя цена на сырую нефть в июне была на 3,6% выше, чем в мае. Базовый индекс потребительских цен составит 5,7% в годовом исчислении, что чуть ниже майского значения. Впрочем, выводы инвесторы будут делать по итогам недели после выхода данных, включая розничные продажи и промышленное производство. Отчеты должны дать представление о том, насколько инфляция достигла пика, а экономика остыла. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на прошлой неделе на 2%, однако новую неделю начал с уверенного снижения, теряя в понедельник внутри дня более 1%. Страх по поводу сохранения инфляционного давления, как мы видим, остается, однако в этом направлении есть некоторые положительные подвижки. Темпы роста цен все-таки замедляются. Повышение базового ценового индекса расходов на личное потребление, не учитывающее цены на продукты питания и энергоносители, составило в мае 4,7% в годовом выражении против апрельских 4,9%. На этот показатель предпочитает ориентироваться американский регулятор для оценки базовых инфляционных трендов. Рост показателя замедляется третий месяц подряд после того, как в феврале был зафиксирован максимум на уровне 5,4%. Становится больше признаков того, что пик инфляции остался позади. Пока это всего лишь доводы и кардинально на них смена настроения в индексе повлиять не может. Несмотря на попытки отскока, S&P 500 продолжает двигаться в рамках нисходящего тренда. Ближайшее сопротивление по-прежнему находится на психологически значимой отметке 3,900 пунктов, а поддержкой служит уровень 3,660 пунктов. Восстановление индекса может продолжиться в направлении вершины нисходящего канала от апреля на уровне 3,900, возможно, чуть выше. Далее этой отметке вновь последует падение. Между тем, прорыв выше 3,950 улучшит краткосрочные технические перспективы индикатора. Следующее сопротивление будет на уровне 3,970 перед вершиной ценового гэпа с начала июня на 4,017. Технологически ориентированный NASDAQ 100 вырос на прошлой неделе на 5%. Это самое существенное восстановление среди ключевых индикаторов. Впрочем, в первый день новой недели он столь же успешно просел, теряя больше других индексов. Внутридневное падение понедельника составило почти 2%. Безрисковое настроение, вызванное первым более чем за два года закрытием казино в Макао по причине ухудшения эпидемиологической ситуации в Китае, привели к тому, что индекс NASDAQ опустился на отрицательную территорию. Потери акций ведущих технологических компаний и компаний, смежных с ними, стали самыми крупными. Возобновившийся рост заболеваемости в Китае вызывает опасения относительно ухудшения ситуации в мировой экономике. Котировки бумаг Apple падали на 1,9% после роста по итогам пяти торговых сессий подряд. Аналитики ухудшают оценку их справедливой стоимости сразу более чем на 12%. Отсылка в ухудшении прогноза по акциям идет на рыночную волатильность и возможность рецессии в экономике США. При этом эксперты сохранили рекомендацию покупать. По-прежнему в центре внимания по пиеса акциями Twitter. После того, как Илон Маск отказался от сделки по покупке компании, бумаги падали более чем на 11%. Есть надежда, что сделка все же будет завершена. Есть много предпочтительных факторов как для Маска, так и для банкиров. Если Маск откажется от покупки Twitter, то это может привести к тому, что ведущие банки Уолл-стрит потеряют сотни миллионов долларов. Будет провалена одна из крупнейших сделок года. Если сделка состоится, а на чем так настаивает руководство Twitter, то Морган Стэнли, доверенный финансовый советник Маска вместе с Goldman Sachs, JP Morgan, банков Америка, Barclays получат почти 192 миллиона долларов комиссионных. Инвестиционные банки получат вознаграждение за консультационные услуги в полном объеме только в случае закрытия сделки. В этой связи банкиры очень надеются на примирение Маска и компании Twitter. Ну а мы продолжаем следить за ситуацией, чтобы вы всегда оставались в курсе событий. Не забывайте подписываться на канал и комментировать видео, ведь мы работаем для вас, снимая самые актуальные выпуски каждый день и каждую неделю. На этом мы завершаем наш выпуск. До новых встреч!